В связи с эпидемией COVID-19 нагрузка на медучреждение увеличилась в разы, и именно медицинский персонал оказался на передовой в это непростое время. Рискуя своим здоровьем, наши жизни спасают простые люди. Федеральная информационная компания «Спасибо, доктор» — это еще одна возможность поблагодарить медиков. Михаил Ситулин — врач скорой помощи. Более 30 лет он посвятил этой нелегкой профессии. Еще будучи врачом-интерном, уже работал на скорой фельдшером. По окончании учебы был направлен в Качкуровскую больницу, но продолжал совмещать основную работу с работой на скорой. И в результате перевелся на станцию скорой медицинской помощи «Саранска». Сегодня Михаил Иванович на передовой. Нагрузка стала больше в плане количества вызовов. И те больные коронавирусом, с которыми приходится работать, занимают очень много времени. От момента вызова и до окончателя госпитализации этого больного. Потому что на такого больного можно уходить от двух и более часов. Каждый день медицинские работники рискуют своей безопасностью, чтобы спасти чью-то жизнь. Именно они — настоящие герои нашего времени. Профессионалы, которые день и ночь стоят на страже здоровья. Вирус не щадит никого, но долг превыше всего. Одеваем костюмы, защитные маски, перчатки, бахилы. И едем к таким больным. И уже непосредственно проводим осмотр. Затем везем их на компьютерное обследование, на компьютерную томографию. И уже по ситуации, в зависимости от процента заболевания, поражения легких, таких больных уже госпитализируем по согласованию с больницами, с стандартами, где их примут. Вот так сегодня выглядят настоящие герои. Без пафоса и громких слов они изо дня в день выполняют свою работу. Это люди, от чьих знаний, мастерства и опыта зависят наше здоровье и наша жизнь. Те, кто сегодня на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Не щадя себя, медицинские работники не устают призывать население не забывать о мерах профилактики. От ответственности каждого из нас зависит то, как скоро мы сможем победить эпидемию. Лина Буянкина, Денис Ноздрюхин, Сергей Соколов. Народные новости.